Всем привет, с вами Мрак, проект Легендарий. Есть у нас, значит, такой поджанр ролевых игр, как JRPG. Иначе говоря, японские ролевые игры. Им свойственны определенные устоявшиеся за годы формирования и развития жанра особенности. Например, персонажи с ярко выраженными характерами, линейной структурой сюжета с неожиданными поворотами, повествование без возможности явного выбора, на рассчиты эмоциональной идеологии и так далее. О японских ролевках я вспомнил потому, что хочу в этом видео поговорить о небезызвестном проекте студии MiHoYo, или как там ее еще, HoYoVerse, под названием Honkai Star Rail. И порассуждать, можно ли эту игру назвать полноценной JRPG. Вопрос, конечно, весьма философский и субъективный, но, во-первых, я сталкивался с тем, что Star Rail причисляет к этому жанру, в том числе многие обзорщики на ютубе об этом говорят. А во-вторых, есть у меня про игру свои соображения, которыми хочу поделиться с аудиторией нашего проекта. Акцент я сделаю на сюжетной составляющей, скорее даже непосредственно на повествовании как таковом, избегая спойлеров и пересказа квестов. О геймплее кратко расскажу, но так, для проформы. Подробно его и без меня есть кому разбирать. Более того, я заранее призываю высказаться и покритиковать меня в комментариях тех, кто играет в Honkai Star Rail более увлеченно. Мне интересно будет сравнить свое мнение о сюжетной составляющей и жанровой принадлежности с вашим. Ну, начнем, собственно. Star Rail для меня первая и единственная на момент записи ролика игра от HoYoVerse. С не менее, а скорее даже более известным их творением под названием Genshin Impact я знаком только со стороны. Наблюдал, как играют друзья, смотрел обзоры и стримы, всякое такое. Изначально я был очень скептичен к играм в HoYoVerse за гача-механик. Star Rail меня привлек к геймплеям, похожим чем-то именно на классические JRPG. Пошаговые бои небольшой партии героев, пафосные применения способностей и все такое. Тут уж я не устоял, поборол скепсис, дождался релиза, поиграл и мне вполне себе зашло. Втянулся я практически сразу. У игры приятное интро, где сначала дают поиграть за двух сюжетных персонажей, двух обаятельных девушек, а потом выбрать себе героя, точнее его пол и начать уже свои собственные приключения. Star Rail очень плавно обучает игрока в себя играть, не обываливая все и сразу. Стартовую зону, станцию Герта, можно считать одним большим обучением, где игроку неторопливо расскажут о куче всяких игровых механик. Это первое, не считая пошаговых боев, что роднит Star Rail с классическими JRPG. Долгое, размеренное вступление, сплавленное с обучением. Но есть у Star Rail и заметные отличия от условного жанрового канона. Игрока обучают еще и системе монетизации. Ненавязчиво так дают сделать крутку другую и поиграть за горячую рыжую леди, которую вполне можно выбить, если бы укрутить еще. И все вот это вот в Star Rail полноценная часть игры. Коллекционирование персонажей и световых конусов, это часть экипировки, косвенно привязано к геймплею. Да, игру можно проходить стандартные партии героев, но только основную часть сюжетного контента. Игрока постоянно ивентами, наградами и прочим будут подталкивать и... Нет, не платить. Игра вообще никак не принуждает именно к оплате. Она тонко манипулирует чувством... Назовем его коллекционным накопительством. А вот уже оно вполне может привести к большим тратам денег. Знаете, это как с коллекционированием старинных монет или марок. Сначала ты просто собираешь монетки по фану, а потом тратишь на редкие экземпляры и ползарплаты. Я, конечно, сильно утрирую, но не могу не предупредить. В Хонкай Star Rail крайне не рекомендуется играть людям с проявлениями лудомании. Затянет и не отпустит. Несмотря на якобы справедливую механику шансов выпадения персонажей и вполне реальные способы просчитать гарантированные их выпадения, это не спасет от азарта и накопительства. Мне вот повезло, лудомании не страдаю. Но даже я нет-нет, да и думал занести денежку на дополнительные крутки. И да, я покупал подписку и боевой пропуск. Мне этого с лихвой и даже с перебором, пожалуй, хватало на все мои казуальные нужды, но факт налицо. Изначально я хотел просто попробовать поиграть, а потом оп-па, и уже покупаю подписку каждый месяц и пропуск по мере его выхода. Причем, чем больше вы платите, тем больше вы вынуждены находиться в игре. Купили подписку, будьте добры, и каждый день заходить в игру, чтобы получить нефрит. Не зашли и не получили. Купили боевой пропуск, ну так надо успеть его пройти до окончания времени действия. Это вообще несложно, но опять-таки подталкивает к игре. Выкрутили себе персонажа, теперь надо его одеть и прокачать. В общем, вы, я думаю, поняли, в чем тут фишечка. Насколько мне известно, знатоки, если что, поправят меня в комментариях, такая, с позволения сказать, механика – это неотъемлемая часть гача игр. Гача – это не какая-то MMORPG с подпиской, где платишь за право доступа к игре и за комфорт и экономию времени. Нет, здесь подписка и пропуск, наоборот, заставляют вас тратить еще больше времени на игру. Ладно, хоть в Star Rail все по-честному. Факт гачи и ее косвенного влияния на геймплей вообще не скрывается. Попался на удочку – сам виноват, тебя предупреждали и о механике, и о шансе выпадения. Ладно, идем дальше. После прохождения станции Герта обучение формально заканчивается, но, как и в обычных JRPG, каким-то отдельным элементом игрока будут обучать и дальше. Кроме того, можно опробовать в бою всех стандартных персонажей и персонажей с баннеров, можно пройти небольшие обучающие квесты и просто почитать справку. Star Rail в этом плане очень дотошна – все покажут и расскажут ровно настолько, насколько нужно. А для особо увлеченных игроков есть в интернете специализированный сайт с билдами и прочим. Звездный экспресс после Герты отправляется на ледяную планету Ярил-6, в город Белобок. И вот тут-то и начинается настоящее приключение. Больше драмы, больше внимания сюжетным персонажам, их проблемам и их взаимоотношению друг с другом. Нельзя сказать, что в Star Rail сюжет подается, как это принято, например, в Final Fantasy, на серьезных щах, но эпичности и местами даже трагизма разработчики навернуть не забыли. При всем этом игра остается такой фаново-веселенькой, что ли. То есть при всей эпичности происходящего она не уходит в абсолютную серьезность. Это свойственно уже не столько с JRPG, сколько аниме. Хорошо это или плохо – дело вкуса. Начиная с Белобога и далее, игра отлично показывает себя в плане визуала. На космической станции заценить графон не особо получалось из-за замкнутых пространств. Персонажи-то не в счет, они всегда проработаны, что называется, на все брошенные в монитор деньги. А вот локации на герте были скудненькие. Но в Белобоге и далее на лоб у Сяньчжоу все красиво. Красиво в рамках ограниченных графических возможностей движка, конечно. Игра же еще и на смартфонах должна работать. Так вот, вроде бы и сюжетно, и стилистически все хорошо. Но, увы, в Star Rail есть две проблемки с повествованием. Они незаметны, если проходить только основной сюжетный контент. Это, соответственно, мейн-квесты, которые отмечаются оранжевым значком, и сюжетные квесты персонажей, они отмечаются фиолетовым. Здесь с повествованием все неплохо. Диалоги написаны хорошо, хотя местами и тяжеловесно. Квесты оформлены картиночками, анимешными роликами и сценками на движке. Но стоит только отступить в сторону от сюжетных рельс и... побочные квесты. Они отмечаются синим, в большинстве своем филерные и буквально пустые. Качество текста в диалогах там падает в разы. Скорее всего, в студии основной контент и побочные делают разные команды, причем разные по профессионализму в том числе. Бывает, что среди таких побочек попадаются интересные камерные истории, но это скорее исключение из правил. В большинстве случаев, проходя такие квесты, я скипал диалоги. Скучно, неинтересно, нудно. Да, я понимаю, что это же сайды, то есть необязательный контент. Но, во-первых, его не так уж мало, а во-вторых, этот контент, скорее всего, придется проходить фри-ту-плейным игрокам ради ресурсов. И фиг с ним, я даже не требую разработчиков побочных квестов уровня мейн-квестов. Но хотя бы сделать их на уровне редких удачных историй в этих же побочках, было бы уместным. Печально, кстати, что ивентовые квесты по качеству порой ровно вот такие же скучные, филерные и неинтересные. И ладно бы, только проблема была в сайд-квестах. Это мелочи в сравнении с ужасной подачей игрового лора. В ходе прохождения мы находим огромную кучу записочек. Книжечек истории и всяких писем, которые падают в библиотеку. Там все это можно почитать. Я игровой лор изучать люблю. Для меня это в играх отдельный приятный экспириенс, к тому же связанный с моей профессией нарративщика. Полезно смотреть примеры чужого ворлдбилдинга. Это способ погрузиться в мир игры, узнать больше о происходящих квестах-событиях, о персонажах и космологии. В Star Rail есть что почитать и мягко сказано. Местная библиотека огромна, и там куча всего интересного. Но беда в самих текстах. В них очень, очень много воды игров о мании. Некоторые тексты вообще непонятно зачем нужны. Такое ощущение, что разработчики решили взять объемом. Мол, проработка игрового лора – это значит написать тьму, тьмущую буквок. Нет, это так не работает. Количество не значит качество. Тексты запутывают, в них теряешься, как в темном омуте каком-то. Обидно, очень обидно, ведь мир в Star Rail интересно построен и проработан. Его хочется изучать, в него хочется погрузиться. Это хорошая космофэнтези. Но вместо приятного лорного чтива мы получаем графоманию. Здесь я бы хотел отдельно выразить благодарность всем тем ребятам на ютубе, которые хорошо разбираются в мире Star Rail. Огромный вам респектище и благодарность за труды. Там, где я не осидел читать сам, я разбирался по вашим видео. Можно сказать, что именно на вас держится весь интерес к истории мира Star Rail. И ведь опять же, есть в игре пример отличной подачи лор. Раздел базы данных. Вот там тексты и написаны хорошо, емко и красиво. И структурировано неудобно по разделам, а не лежат скопом. Неужели вот так нельзя было сделать и в разделе книг? Как говорится, моя личная боль. А еще одна боль, это халтурка с черным экраном и белым текстом. Так в Star Rail оформлены некоторые сюжетные сценки. Просто в какой-то момент, прямо посредине диалога, экран темнеет, и на нем появляется простой стандартный белый текст с кратким описанием происходящего. Так разработчики оформляют сценки, которые на движке показать нельзя, а полноценный ролик делать как-то излишне. Постановка, блин, на пять баллов. Неужели нельзя было вместо черного экрана показать хотя бы простую картинку с простенькими графическими эффектами типа летающих блесток, пыли и чего-то такого? И ведь в некоторых квестах так оно и сделано. Это же практически ничего не стоит по меркам бюджетов и прибыли Хоеверс. Халтура, блин. Самое забавное, недостатки с лор и сайт-квестами полностью соответствуют жанру JRPG. Это частая проблема японских ролевок. Мейн-контент офигенен, а сайт-контент филлерный. Я на это ругался еще со времен прохождения финалок серии Tales of и серии Trails. Получается, что если игнорировать Гачу, то можно назвать Хонкай Star Rail полноценной JRPG? Ну, и да, и нет, и на то есть две причины. Первая связана с персонажами. Обычно в японских, да и не только японских ролевых играх, каждый член партии это такой отдельный проработанный герой со своей историей и характером. В Star Rail все примерно так же, только персонажей очень много и далеко не все из них имеют нужные качества проработки. У тех, кто связан прямо или Козовина с основным сюжетом, все в порядке. А вот у остальных есть обычно один персональный квест, справка базизнаний и все. Этого как-то маловато. Но тут стоит сказать, что с каждым обновлением персонажей раскрывают. Более плотно вплетают в историю, выделяют персональные квесты тем, кого забыли, делают их участниками ивентовых событий, добавляют новые диалоги и все такое. Только вот новых персонажей водят постоянно, с каждым баннером. С такой схемой про всех рассказать не успеешь, даже если захочешь. Конечно, можно вспомнить игры, где персонажи раскрываются хуже. Получать кайф от прохождения какой-нибудь Лангерисер, Шанин Форс или, о боже, покушусь на святое Файер Эмблем ничего не мешает. Вторая проблема – это незавершенности малое количество сюжетного контента. Тут я имею в виду, конечно, основной сюжет. Сейчас в Star Rail есть пролог на станции Герта, Ярила 6 и Лофу Сяньчжоу, история которого вроде как бы закончилась, а вроде как бы и не совсем. Немало, но когда пройдешь всю сюжетку, кажется, что история вот только-только разгоналась по-настоящему. В полноценных JRPG, как правило, тоже долгое сюжетное вступление, но после него ты игру продолжаешь проходить до самого конца. А тут получается, что только-только все началось и опа, ждем следующего обновления. Они выходят часто, но сюжета там обычно на минуту хорошо, если 30. Я скажу так. Honkai Star Rail можно будет назвать полноценной JRPG через годик-так-другой, когда контента накопится столько, чтобы его можно было вот прям сесть и попроходить в сласть. Не играл в Яншин, но я думаю, вот там сейчас накопилось как раз такое количество контента. Так что, если вы хотите поиграть в Star Rail как в сюжетную японскую ролевку, советую пока подождать. Ну а если вам нужен прежде всего не сюжет, а геймплей, и вы не боитесь гачи, то можете нырнуть прямо сейчас. Что касается меня, я играл в Honkai Star Rail с релиза до дня выхода этого обзора и пока решил забросить игру. Не потому, что она плохая, и не потому, что я потратил на нее все деньги, нет. Во-первых, я банально наигрался. Даже с моим казуальным подходом геймплея мне хватило настолько, что он мне надоел. Ну а во-вторых, в какой-то момент я начал понимать, что захожу в игру не потому, что хочется, а потому, что надо. Надо сделать ежедневные активности, надо качать и одевать нового персонажа, надо проходить зеркало и рой, надо закрывать пропуск, надо-надо-надо. Автобой, который есть в игре, спасает. Но а какой смысл тогда играть, если большая часть геймплея, не в удовольствие, и вообще проходится без моего участия автоматически. Это впустую потраченное время. Игры должны дарить приятные эмоции, быть средством отдыха, а не обязательной русиной какой-то. Да и, честно говоря, ждать полчаса сюжета, полтора-два месяца, тоже такое себе удовольствие. Не исключено, что в Star Rail я еще вернусь. Выйдет новая большая глава сюжета, а с ней яркая рекламка, хуевер сумеют завлекать, но пока хватит. Как-то так, ребята. И мне, мнением об игре поделился и на тему ее жанровой принадлежности порассуждал. Надеюсь, это видео будет полезно тем, кто только-только собирается начать играть в Хонкай Star Rail. С вами был Мрак, специально для проекта Легендарий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова